В этот день 9 декабря родились Савва Яковлев крупнейший бизнесмен 18 века Он составил свое богатство самыми разными способами Строил крупнейшие заводы и мануфактуры И жульничал с поставками для армии Петр Кропоткин, князь, русский теоретик, анархизма, историк и литератор В этот день 9 декабря 1718 года указом Петра Великого В связи со сменой налогоблажения учреждена ревизия податного населения Так была названа в те времена перепись населения 9 декабря 1836 года состоялась первая постановка оперы Михила Глинка «Жизнь за царя», также известной под названием Иван Сусанин Ровно шесть лет спустя прошла премьера другой оперы Глинки Руслан и Людмила 9 декабря 1860 года вступила в строй Волжская ГЭС Строительство ГЭС в еще не восстановленном после войны Сталинграде было всесоюзной стройкой и настоящим чудом по своим масштабам Стройплощадка ГЭС раскинулась на 12 километров Каждые сутки использовали более 5000 кубометров стройматериалов Начальник проекта Федор Логинов в газете «Правда» писал «На сооружении гидроузла на Волге и магистрального канала нам предстоит уложить свыше 7 миллионов кубометров бетона и железобетона» Какие-то космические цифры В специальной достройке был изготовлен гигантский экскаватор с съемкостью ковша 18 кубометров Если весь грунт, что вырыли и насыпали при строительстве уложить башни, то высота ее составит 18 километров и она достигнет стратосферы Если бы Волжская ГЭС строилась в наши дни, на это ушло бы около 2,5 триллионов рублей Сама идея такой станции была выдвинута Глебом Крыжежановским еще в 1910 году, но лишь в начале 30-х в районе Самарской Луки и Ярославля начали проектно-изыскательные работы Итогом многолетних исследований стало решение сооружения Куйбышевского гидроузла в районе города Жигулевск Волжская ГЭС имени Ленина была построена в рекордно короткие сроки с 50-го по 57-е годы На сооружении трудились 10 тысяч комсомольцев Но не обошлось и без традиционного тогда труда заключенных 27 тысяч языка Ахтубинского исправительно-трудового лагеря Самосфалы сбросили в реку 4,5 тысячи 10-тонных бетонных пирамид 9 тысяч бетонных кубов, горы, щебня Чтобы Платину не размыло, ее склоны закрепили бетонными плитами Волга пошла по новому руслу Платина подняла уровень реки на 26 метров Вода развелась по долине и образовала огромное водохранилище протяженностью 540 км Средняя глубина там 10 метров, а у Платины 40 Из района будущего водохранилища эвакуировали деревни и города Под гладью воды скрылись храмы и поля, и погосты Леса выжигали целыми гектарами 9 декабря 1960 года коллектив Сталинград Гидростроя выполнил свои обязательства К этому сроку все агрегаты ГЭС были введены в эксплуатацию ГЭС достигла мощности почти 2500 кВт и стала крупнейшей электростанцией мира Средства массовой информации подробно освещали начало работы И вот уже Хрущев, преисполненный энтузиазмом, якобы сказал «Эх, сейчас как жахнет!» А советские люди заполонили газеты своими стихами «Волей партии, волей народа, рождено это чудо-чудес Поднялась величава и гордо наша славная волжская ГЭС Богатырскую грудью плотины подбирают могучий поток И гудят, не смолкая турбины, через горы, моря и долины Шлют стране электрический ток» В настоящее время эта станция переживает второе рождение Активно заменяет все устаревшее оборудование Называется это программой комплекса модернизации гидроэлектростанций И рассчитана она до 2025 года По словам директора, вскоре планируется полностью заменить все турбины и генераторы После модернизации серьезного ремонта не потребуется еще 30-40 лет А нынешние работники ГЭС, среди которых трудятся целые династии, готовят для себя смену В этих семьях не только дети, но и внуки пошли по стопам старших В школах стали популярными энергоклассы И в них получают знания будущие инженеры и мастера энергетики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова